Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я предлагаю приготовить американский тыквенный пирог. Не торопитесь отказываться от этого блюда, пирог стоит того, чтобы хотя бы один раз приготовить его и попробовать. Для рубленого теста мне необходимо 160 г просеянной пшеничной муки, это 1 стакан 250 мл, 100 г очень холодного сливочного масла, примерно 4 столовые ложки воды, тоже очень холодной, чайная ложка лимонного сока или уксуса, можно обойтись и без него, и четверть чайной ложки соли, масло можно на полчаса убрать в морозильник, воду тоже нужно поставить в холодильник. Для начинки 300 г тыквенного пюре, его я буду делать из свежей тыквы, 200 г сгущенного молока, 2 крупных яйца, щепотка соли и набор пряностей. Традиционно идет такой, все в сушеном молотом виде, имбирь, гвоздика, корица, душистый перец, я этот набор немного изменила под свой вкус, взяла по четверти чайной ложки, может быть даже чуть меньше, молотого кардамона, имбиря, мускатного ореха и пол чайной ложки корицы. Для выпечки буду использовать разъемную форму 20 сантиметров диаметром, смазать ничем не буду, тесто достаточно жирное. Сначала тесто, для теста масло должно быть даже чуть подмороженым, вода ледяной, делать его можно в комбайне, можно руками, главное все очень быстро. Муку смешиваю с солью, из морозильника беру сливочное масло и быстро натираю его в муку на крупной терке, попутно перемешивая. Обваливаю масло в муке, чтобы оно не комковалось, и чтобы меньше контактировать руками, и натертое масло смешиваю с мукой. Достаю из холодильника воду и выливаю в нее лимонный сок, в крошки делаю углубление и в него выливаю воду. Теперь мне нужно слепить тесто в ком, вымешивать его не нужно, в нем должны оставаться комочки масла. Если воды не хватит, то у вас слепить его не получится, добавьте еще немного, только холодный и все старайтесь делать быстро, чтобы масло не начало таять. В итоге у вас должен получиться комок теста, в котором видны кусочки масла, теперь так, если вы все сделали быстро и масло у вас еще твердое, тесто можно сразу раскатать. Если все же масло стало немного подтаять, поставьте тесто на 10 минут в морозильник. Подсыпаю стол мукой и раскатываю готовое тесто в лепешку, немного больше, чем диаметром моей формы, так как мне нужно будет сделать бортики. При необходимости подсыпаю муку и сверху. Раскатанное тесто перемещаю в форму и сделаю там основание и бортики. В итоге получилось вот так, высота бортика примерно 4 сантиметра, а теперь я отрежу пищевую пленку и тесто закрою и вместе с формой поставлю его в холодильник на 30-40 минут. А пока можно заняться тыквенной начинкой, для этого тыкву нужно либо кубиком нарезать, либо натереть на крупной терке, на разогретую и немного смазанную маслом сковороду выкладываю тыкву. Мне нужно довести ее до готовности и выпарить лишнюю жидкость, поэтому крышку я закрывать не буду, пусть тушится так. Где-то в процессе добавьте щепотку соли, отрегулируйте нагрев под сковородкой, так, чтобы тыква тушилась и жидкость постепенно выпаривалась и периодически помешивайте, постоянно мешать необходимости нет. Посмотрите, тыква практически у меня уже готова, но пюре еще влажновато, поэтому я подержусь. Можно потушить кубиками и откинуть на сито, чтобы лишняя жидкость стекла, но это уже дело вкуса, кому как удобнее, ну вот так достаточно. Сковороду выключаю, а духовку наоборот включаю и разогреваю ее до 200 градусов. Сразу взвешиваю, сколько у меня получилось пюре. Из 900 граммов свежей тыквы у меня получилось 400 граммов пюре, но тыквы все разные, поэтому у вас вес может отличаться. Для более гладкой структуры можно тыкву протереть через сито или пробить блендером. А сейчас я вам скажу, сколько в ложках получается 300 граммов тыквенного пюре. Ну вот ложки я беру такие полные, 1, 2, 3, 4, 293, в общем 4 полные-полные ложки. Из холодильника достаю тесто и слегка его накалываю, не прокалываю насквозь, а слегка накалываю сверху. Теперь беру пергамент, его лучше смять, укладываю на тесто и насыпаю фасоль или горох, если у вас есть специальные керамические шарики, очень хорошо. Ставлю основание в духовку на 12 минут. Пока тесто стоит, добавляю к тыкве яйца по одному и набор пряностей. Согущённое молоко. Теперь попробуйте начинку. Может быть захотите добавить что-то еще из пряностей. Достаю форму, аккуратно убираю горох и возвращаю основание в духовку еще на 6-7 минут. Основу для пирога достаю из духовки, а температуру в самой духовке снижаю до 175 градусов. Выливаю тыквенную начинку. Теперь нужно постучать, покрутить, в общем равномерно распределить. Возвращаю пирог в духовку. Прошло 40 минут. Мой тыквенный пирог готов. Прежде чем открывать форму, пирогу нужно дать остыть. Не обязательно полностью, достаточно до теплого состояния. Пирог остыл, можно его открывать. Сверху можно украсить его палочками корицы, а можно посыпать измельченными тыквенными семечками. Вот такой американский тыквенный пирог у меня получился и обязательно получится у вас. Я желаю вам приятного аппетита! До свидания! Я желаю вам успехов во всех начинаниях! До встречи! Кухонные фишки.